всем привет сегодня у нас немного позднее бы так сказал тренировка вот так уж получилось темой которую предварительно мы огласили это будет игра в узких диапазонах то есть конкретно ранняя позиция и средний то есть и пмп против большого блайнда то есть это как раз те споты которые конкретно в узких диапазонах встречаются чаще всего так сейчас я включу как раз одна раздача поступила на уже вижу ни одна уже больше хорошо мы значит у меня сразу просьба к пользователю с ником proplex укажи пожалуйста диапазоны которые ты видишь который ты открываешь на и диапазону желательно конечно указать диапазон и но если статистике на статистике 30 33 руки да то логично что никакой точной статистике у нас не будет то есть каким ты видишь средний диапазон регуляра на большом блайде с каким диапазоном будет играть колд кол конкретно на бб то есть я сейчас продемонстрирую тот диапазон который я считаю плюс-минус адекватный но как показывает практика многие многие игроки считают его либо слишком лузовым либо слишком ну вот а это то есть в чем наша задача когда мы рассматриваем стратегию в симпл-пост-флопе очень важно правильно указывать диапазоны в таком случае наша оценка будет максимально близкой к реальности потому как если я укажу скажем давайте сразу рассмотрим на примере вот я это примерно тот диапазон который я указываю который я вижу плюс-минус дефолтным я считаю что его даже можно еще чуть расширить например за счет каких-то коннекторов таких как 76 может еще какие-то короли 8x одномастные добавить теоретически дома валет может играть в плюс кстати вот как раз в раздаче которую мы будем сейчас рассматривать вот этот момент очень важен как много таких рук как дома валет у оппонента в спектре как видим я в расчетах урал фактически все до дома валет со спектра колд кола но как мне кажется многие многие игроки будут иметь эту руку в спектре колд кола и конкретно для вот первого борта который мы будем рассматривать это будет очень важно хорошо я надеюсь ты услышал мою просьбу насчет диапазонов во первых свой диапазон на mp во вторых тот диапазон который ты видишь диапазон кола на bb если тебе например вот такой диапазон который сейчас на экране не нравится по каким-то там причинам хорошо значит давайте переходим первые раздачи у нас идет открытие ну я думаю если мы рассматриваем если мы работаем с и был послопе то нам не столь важно какая у нас конкретная рука нам когда мы рассматриваем раздачи всему послопе то мы учимся играть диапазонами а не конкретными руками но в процессе нашего анализа мы получим ответ на мы получим ответ на вопрос что вам делать конкретно вот с нашими десятками на регионные действия оппонента значит я параллельно открою 2 флоп зилы если вы уже забыли что как и зачем я приплетаю флоп зилу к simple-пост-флопу то я хочу напомнить что практически все мои тренировки построены на том что я работаю не только в simple-пост-флопе я считаю намного более эффективной работой когда мы не продали когда мы не просто смотрим что нам советует simple-пост-флоп а сначала мы какие-то свои варианты розыгрыша рассматриваем и потом анализируем где мы допустили скажем или не допустили ошибки то есть ну наверное они не совсем корректно говорить что мы допустили ошибки но как быть может против эксплойта наша игра будет хороша но мы пытаемся в первую очередь построить оптимальную стратегию и то есть корректно я думаю сказать мы посмотрим насколько далека наша игра от gto и так начнем начнем с того что я скопирую диапазоны верхней части у меня будет диапазон биг блайнда так как я не него надо чуть-чуть подкорректировать у нас вот некоторые руки уходили в бле в 4 бет то есть мы сделаем это чтобы нам 87 и не все валеты мы играем 3 бета 15 и 3 здесь 15 и 3 хорошо здесь у нас сошлось а на нп у нас вполне стандартный диапазон без каких-либо разделений ну опять же что касается диапазона в ранней позиции это не есть какая-то какое-то правило чтобы обязаны играть конкретно с настолько я считаю что вот этот диапазон достаточно тайтов например мы можем разбавить как минимум какими-то коннекторами мы теоретически можем добавить например пятерки и четверки еще быть может кто-то любит играть еще более лузова но в целом вот такой диапазон я считаю достаточно близким к реальности который нам будет достаточно просто разыгрывать в ранней позиции значит если ничего не слышал я еще раз повторюсь что у тебя раздача вот здесь ты указал раздачу и если еще для нашей оценки было бы важно чтобы ты указал диапазоны которые интересуют конкретно тебя то есть бить конкретно дай мне пожалуйста свой спектр open-raiser на mp и соответственно спектр big blind с которым он демонстрирует если ты ну если тебе не нравится дефолтные которые я вот демонстрировал например в данном случае это против у тг против mp наверняка будет чуть лузовей но если то есть если тебя устраивают такие диапазоны которые у меня сейчас то мы твою раздачу тоже разберем конкретно с ними если же нет ты хочешь конкретно свои диапазоны посмотреть анализ свои диапазонов то пожалуйста укажи их в теме на форуме понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас